чем поговорить сразу раз значит сейчас я тут на строчку skype зайдем настройку skype мне сегодня сказали как управление настройки вот так вот если раз 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 старый чё-нибудь сейчас кому я короче у нас раз 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 я всех слышу я тоже только денис нас не слышал так проверка связи значит я себя слышу вы меня слышите слышим да слышу да хорошо слышу и всех слышу а сейчас слышно всегда эльдар слышишь меня алекс да да слышу у меня просто я настраиваю этот самый звук у меня какая-то беда со звуком я не знаю короче если я делаю эту фигню я вас не слышу вот у меня просто раньше были разные дорожки а теперь смикшированы они все вместе ну ладно ничего страшного в принципе все я думаю можно начинать уже 30 человек есть вот у нас сегодня тема по европе а сегодня значит буду я алекс главный кто будет отвечать на все вопросы денис и дар будем задавать как бы дополнительные вопросы от себя какие у нас есть и плюс естественно будем отвечать помимо тех вопросов которые у нас уже написали и подготовили как бы на них ответ вот мы будем соответственно после того как расскажем на старый вопрос будем отвечать на новый можно принципе приступать алекс тебе слова но тогда мне слово но меня зовут александр 10 лет уже в англии вот все эти налоговые вопросы так сказать на них собаку съели на 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 эту тему обучался поэтому принципе знания есть а еще кроме этого пять лет работы с амазоном поэтому есть чем поделиться и и и и начнем тогда в общем были вопросы у вас которые задавались фейсбуке амазона есть списки списки стран которые которые допускают продажи на амазон амазон америка у них 102 страны амазон европа 82 и амазона политика такая чтобы допустить как можно больше как можно больше продавцов из разных стран но те страны которые не допускают там скорее всего причины не именно не в том что амазон кого-то хочет обидеть кому-то запретить продавать это все связано больше с политическими решениями и с с проблемами связанными с банковской сферой то есть буквально год назад стали на форумах европы плакаться люди с греции литвы не помню еще раз каких стран в общем чувствовали себя обиженными что до этого продавали все было хорошо в один момент сказал что аккаунты заблокировали сказали что ваши страны не допускаются продажа в общем вот это было как раз связано с тем что совет европы выпустил какие-то новые правила которые касаются банковской сферы и и правительство некоторых стран не успели подписать бумаги в общем страны были эти заблокированы поэтому то что кого-то допускают кого-то не допускают это не охота там на какие-то страны это не не принимайте не принимайте эту информацию так как будто вас не хотят вообще допустить видеть поэтому есть совершенно легальные способы как все-таки пробиться и начать начать торговлю поэтому перейду к следующему пункту своего плана как все-таки зарегистрироваться как пробиться тем тем людям которые которые живут в тех странах которые не в списке есть совершенно легальный легальный способ зарегистрировать юридическое лицо зарегистрировать фирму в евросоюзе я все таки советую и все таки наверное прислушайтесь тому что все таки лучше регистрировать в англии из-за из-за ндс и я вам маленько попозже потом объясню там когда начнем под перейду к вопросу импорта в англии все все это по полочкам разложится поэтому я пока это не буду объяснять объясню уже потом так что регистрации компании в англии в принципе ничего сложного нету стоимость вопроса через онлайн компании которых пруд пруде стоимость вопроса с виртуальным адресом например на 100 фунтов то есть компания вам зарегистрируют там спросит попросят документы там может копии копии там паспорта в ттп нотариально заверены переведены ничего сложного нету все решаем не вы первые не вы последние люди которые с ваших стран регистрируют компании в англии наверно многие слышали что многие эти мы многие так делают открывать там лофшорные компании ттп я все таки вот недавно одни знакомые пытались в москве зарегистрировать компанию местные местные люди москвичи сказали сделаем все зарегистрируем цена вопроса 4000 евро посмотрите по интернету поищите погуглите реально та же самая услуга напрямую через английскую фирму будет стоить в разы в разы в разы дешевле если у вас вопросы по регистрации будут то вполне потом можете написать в группу амазон целая европа и дадим контакты все поможем объясним то есть там вопрос вопрос очень легкий проблема могут возникнуть с регистрации с открытием банковского счета скорее всего вас банк захочет видеть в своем филиале для подписания бумаг для проверки документов есть банк который у которой меньше всего критерий в открытии счета это HSBC там они меньше всего вопросов задают им меньше критерий документы будут проверять будут спрашивать кто зачем какие у вас планы сколько торговать в общем даже если вы человек с европы вот даже я в англии жил у меня весь процесс собеседования занимало около часа то есть тоже не думайте то что они там будут пытаться пытаться докопаться там для чего-то но просто процесс это занимает времени возможно переводчик вам понадобится другой банк Barclays английский они захотят тоже убедиться что вы так сказать с добрыми намерениями для отмывания денег идете то там они попросят например скажут нужно на депозите иметь двадцать пять тысяч фунтов но сумма сумма не маленькая да как вариант еще есть возможность такая найти сделать временного директора найти 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 людей в англии тоже можете по группам посмотреть есть такие юридические фирмы предоставляет такие услуги делаю делаю директора на вашу на вашу фирму которая живет в англии в которой все документы все нормально открывает вам банковский счет и все дело в шляпе дальше можете даже поставить себя директором в англии нет таких критериев кто на какой национальности где же проживает директор то есть может быть любой человек зарплату ему платить не обязательно поэтому дополнительных налоговых обязательств тоже можете не создавать также есть вариант открытия банковского счета в какой-то другой европейской стране там тоже зависит все от банков могут попросить документы могут попросить английские заверенные документы это называется если я правильно помню опустил заверка документов там два-три документа нужно заверить тоже цена вопроса где это по восемьдесят фунтов за штуку то есть и такой вариант есть можно открыть например чехия эстония то есть на английскую фирму можно открыть банковский счет за рубежом то есть английские законы это позволяет иметь банковский счет в другой стране то есть если у вас какие то еще вопросы будут по регистрации компании то обращайтесь поможем чем можем вот был еще следующий пункт у меня регистрации на амазоне верификация когда вы регистрируете регистрируетесь как продавец как бизнес лицо вас скорее всего будут спрашивать там дополнительные документы ничего там тоже страшного нет но могут быть вопросы верификация может затянуться потому что то что не проходит по стандарту то есть как они если там какие то стандарты сделали они могут запрашивать дополнительные документы то есть если им не понравилось что кто то там гражданин другой стороны но могут там какой-нибудь еще документ спросить то есть тоже вопрос все решается ничего страшного вот по этой теме еще был вопрос как торговать физлицом какой предел суммы для физлица если продавец из икраины как менять айфишку и какие есть способы обхода страны продавца я честно скажу я не предлагаю никаких путей обходов я все таки настаиваю на том чтобы делать 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 все на как можно открыто и официально если вы захотите если вы хотите если вы хотите если вы хотите что то есть как торговать физлицом какую предел сумма для физлица не знаю честно скажу если если вы именно пути обходу хотите то я боюсь с этим я вам помочь не смогу ладно идем к следующему импорт завоз товара в общем с америка намного проще там небольшая партия проскакивает таможню никто ничего не придирается глаза закрывает только торгуете если вы ввозите товар в англии он коммерческое назначение то там 15 15 фунтов по моему пределу то что выше 15 фунтов с вас будут драть ндс будут драть ндс и и я рекомендую все таки этот вопрос заранее с поставщиками спрашивать договариваться чтобы посылка посылки были предоплачены с предоплаченным ндс потому что может может все застрять и amazon может не принять потому что amazon в своих правилах чётко пишет что amazon не является импортером товара то есть вы эти товары должны посылать с предоплаты большие поставщики такие как UPS FIDEX DHL все эти вопросы решают и в принципе тоже здесь никаких проблем не должно быть также есть всякие фавордеры которые могут вам с этими вопросами тоже помочь также при импорте товара нужно нужно иметь EORI номер EORI номер она чисто такая тоже формальность я скажу честно я и без EORI успешно импортировал не было никаких проблем если все таки на компанию то имя компании где-то там в счетах то можно все таки лучше сообщить связаться заранее есть онлайн форма для регистрации на EORI денег это ничего не стоит получите номер и все EORI регистрируется если у вас есть НДС номер если у вас нет НДС номера две разные формы если у вас нет НДС номера то там форма намного больше там будут конкретные вопросы по ссылке по товару то есть эту форму нужно будет заполнять за неделю но как только получаете трекинг номер с поставщика сразу бежите заполняете форму сколько стоит товар кто за товар номер трекинг какой-то компания которая будет растаможку оформлять такая то есть если если проблемы какие-то с заполнением формы или не сможете найти в гугле эту форму тоже можете обращаться в группу тоже посмотрим вот теперь самый интересный вопрос это вопрос о НДС потому что все знают что это что то есть это что то что то требует а как с этим жить что с этим делать мало мало кто понимает действительно НДС в Европе казалось из простого налога на добавочную стоимость сделали не знаю какого-то монстра который которого все боятся все мешают и который практически никто поначалу правильно правильно оформить не может в смысле сами декларации в общем существует правило локации товара то есть если если вы например зарегистрировали где-то компанию в Эстонии Чехии Латвии не знаю другой другой стране а товар импортируете будете хранить в Англии то по закону как только товар приземляется в Англию вы должны уже иметь к тому времени НДС номер то есть есть люди которые а что здесь в Эстонии быстро все зарегистрировали все сделаем номер там получает НДС это будет это будет двойная работа вам нужно будет декларации в Эстонии заполнять вам нужно будет декларации в Англии заполнять вы только будете делать себе двойную двойную работу двойной геморрой то есть НДС должны регистрировать там где у вас хранится товар если вы собираетесь в Германию попутно товар импортировать то есть и Германии и Англии то в двух странах у вас будет налоговые обязательства и самое страшное самое обидное то что на фоне Брексита если форум почитаете на фоне Брексита у англичан обострение случилось и всех иностранцев которых нету НДС номера всех всех сдают банят закрывают дологовые трясет хозяев ищут в общем обратите на это внимание лучше все-таки зарегистрироваться потому что НДС номер он будет высвечиваться в вашем торговом профиле будет видно есть он у вас или нету что тут еще дальше был вопрос вот ответил уже на этот вопрос Amazon да еще хотел сказать Amazon НДС за вас считать не будет Amazon в своих правилах четко говорит все ваши налоговые обязательства это ваша проблема поэтому не думайте что он будет за вас там кому-то отчитывать в государство в казну какую-то посылать нет это ваша работа это работа вас и ваших бухгалтеров также где-то читала поправьте если это не так что привозят товары уже в UK на таможне платишь НДС потом Amazon еще удерживают при продаже далее ваша фирма возвращает уплаченные на таможне НДС госорганы да когда вы ввозите товар импортируется с вас сберут но если вы предоплаченное посылаете так сказать тогда платить ничего не надо будет да у вас уже предоплата идет однако если вы будете работать без НДС номера то что вас таможне попросит это все заплатить в общем еще вернусь к тому вопросу почему все таки нужно в Англии компанию зарегистрировать раз уж начал про НДС рассказывать фишка в том что если вы регистрируете компанию в Англии и торгуете с Англией и товар ваш в Англии то до восьмидесяти трех тысяч вы можете на НДС не подписываться не регистрировать то есть сколько то там процентов все таки будет экономия особенно если вы начинаете с одного товара с одного-двух товаров то вряд ли вы там за первый год сделаете восемьдесят три тысячи поэтому обратите на это тоже внимание а восемьдесят три тысячи у нас только по Англии или оборот по всему Амазону так как нас раскидывать будет это будет по всему это будет это будет по-моему сейчас точно скажу по каждой стране раскидать это один оборот а если только в Англии мы будем торговать это другое нет нет это будет у вас оборот по всей Европе понятно если вы храните товар на Амазоне в Англии и с Амазона Англии посылаете по всей Европе то до оборота до восьмидесяти трех тысяч у вас можете не регистрироваться что из минусов с вас на Амазон будет на свои платежи на FBA fees они будут накручивать 20 процентов НДС но я говорю мы считали смотрели проверяли все равно сколько-то процентов там где-то пять процентов входит экономия то есть если вы не регистрируетесь до восьмидесят трех тысяч а не регистрируемся где то есть я так понимаю все равно жителям третьих стран мира Россия, Украина, Казахстан, Беларусь нам в любом случае надо сделать юрлицо его верифицировать чтобы Амазон его признал начинаем работать а где регистрация то есть это что где когда так сначала сначала вам нужна часть регистрации компании все правильно потом потом когда у вас уже есть юрлицо когда вы уже все эти бумаги банковский счет все у вас есть открываете регистрируете Амазон Амазон вас пропускает НДС НДС вам не нужно пока регистрировать если если регистрация НДС когда восемь три тысяч когда подходим тогда надо регистрировать именно НДС так называемый да все понял да именно так вроде по НДС все пока не знаю может у вас вопросы какие то есть у меня есть вопрос относительно НДС это получается если мы делаем фирму в Англии и НДС не регистрируем получается этот НДС платить не нужно пока восемь три тысячи до восьмидесяти трех тысяч оборотов единственное что нет вы не будете платить с продаж вы будете платить НДС который вам накрутит Амазон на свои на свои на свою комиссию на вы будете платить НДС когда импортируете товар то есть вы если бы вы были зарегистрированы НДС вы бы эти деньги обратно вернули возврат на НДС так называемый да возврат на НДС а когда вы не регистрируетесь вам плюс идет то что вам не нужно платить с продаж ну а а математику на примере можно какой нибудь чтобы понять чтобы так проще было то есть по цифрам например товар за десять плюс там двадцать процентов это два доллара минус да 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 какой например сейчас как раз как раз вчера кто-то мне писал в фейсбук спрашивал с НДС я написал пример то есть цена товара десять фунтов Амазону клиент заплатил семь девяносто девять за экспресс доставку плюс два девяносто девять за подарочную упаковку то есть и того клиент заплатил двадцать девяносто восемь Амазон обратно забрал шесть шестьдесят шесть за доставку и оставляет вам двадцать процентов оплаты НДС которую вы потом можете заплатить вам позже заплатить в казну то же самое с гифтрапом два сорок девять комиссия пятнадцать процентов с десяти это один и пять ФБА один восемьдесят то есть с НДС когда вы вот продали товар за десять фунтов плюс семь девяносто девять плюс два девяносто девять вам на баланс падает восемьдесят три с восемь пятьдесят три вы заплатите три пятьдесят за НДС то есть НДС у вас идет с полной суммы которую заплатил вам клиент ну понятно с оборотов да с оборотов правильно то есть если бы мы не были зарегистрированы не знаю вот такой вопрос да надо сидеть с калькулятором ну понятно ну так хотя бы на глаз то есть в принципе чтобы люди понимали что потом взял записи на калькуляторе прикинул примерно то есть надо вычистить это 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 ну вообще сейчас в Excel быстро накидаю и тогда да не спеши потому что здесь все в основном для того и пришли чтобы в конечном итоге я видел последний вопрос сколько будет обходиться вот эти все затраты на то на то на то ну а это как раз один из самых главных кальций сам может почитать типа ну все вроде почитал 10 минус сумма то есть если в первом варианте с НДС мы получили 8 53 минус 35503 то если бы НДС не были зарегистрированы мы бы получили 604 но нельзя забывать что стоимость импорта там стоимость оригинальная стоимость товара на этот товар еще нужно добавить НДС и вот тогда разница ну где-то будет ну 50-50 центов где-то выходит разница да все-таки немножко но есть то есть до 83 тысяч нам нужно держаться стараться держаться без НДС и это все легально это все без таких не знаю обходов вы просто действуете как QR лицо то есть как-то так Ильдар а еще мне вопрос Ильдар помнишь ты мне по-моему показывал или по накладным то есть когда там в конце месяца НДС Амазон присылает вот эти как раз помнишь да но вот об этом уже говорили то что если НДС номер свой не вбивать то он еще накладывает сверху НДС то есть это для дропшиперов как раз то есть на оплату вот этих всех FB fees и прочее я понял все да каждый месяц Амазон присылает счета за свои услуги которые можно будет найти в селе централа в закладке tax documents там можете конкретно увидеть сколько вы платите НДС можете какие-то подсчеты иметь смотреть так 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 у нас получается это понятно если мы платим они нам ежемесячно присылают а предположим мы в конечном итоге там на девятом месяце на девятом месяце выходим за оборот и понятно что мы три месяца торговать не будем нам придется в любом случае они как-то компенсируются вот эти первые девять месяцев оплаты вот этого текущего платежа постоянного Амазона если мы уже регистрируем фирму например на десятый месяц какие-то это все такие тонкие тонкие вопросы да Амазон не Амазон а налоговые Англии дают такое понятие что если все-таки вы регистрируетесь НДС вы сможете там какие-то деньги вернуть какие-то деньги взять какие-то деньги которые вы потратили на приобретение товаров все-таки как-то компенсировать но никаких четких понятий что и как они не дают то есть это все будет индивидуально индивидуально это все зависит от мастерства ваших бухгалтеров от опыта ваших бухгалтеров в принципе я знаю точно если вы какой-то товар импортировали он у вас на складах лежит вы регистрируетесь вы можете все-таки еще вот то что вы заплатили за импорт этого товара вы можете это вернуть но это опять-таки это дополнительные формы не знаю стоит оно того не стоит если вы будете пытаться вернуть там каких-нибудь 100 фунтов работа бухгалтера который будет решать этот вопрос он скажет я за эту работу захочу 200 фунтов то есть это может от того и не стоит блин как у буржуи все сложно мне что вот все четко человека нанял на работу а он все делает и землю роет все понял тяжело тяжело понять у меня такой вопрос годовые расходы на фирму ведь все-таки закрывать этот отчет годовой финансовый ввести ее нужно ли туда набирать как бы сотрудник эффективный или только можно себя ставить как владельца сколько это вообще все стоит в Англии короче я скажу так есть у меня одна фирма есть фирма но она с Амазоном никакого дела не имеет фирма небольшая раз в три месяца посылаю бумаги раз в год ну то есть это бухгалтерские услуги полный пакет они все это в систему вбивают раз в три месяца отчет по НДС раз в год отчет по компании мне это стоит так сказать по дружбе 50 фунтов в месяц есть возможности есть дешевле можно найти можно найти бухгалтеров которым сказать мы это все сделаем сделаем будем держать Excel таблицу все просто без запар раз если у вас тем более НДС нету договориться что раз в год мы вам это высылаем вы нам проверяете смотрите подготавливаете и не знаю что они там возьмут им там работа и не знаю час час работы если нормально бухгалтер попадется возьмут каких-нибудь там 50 фунтов и коробку конфет а вот такой вопрос у меня еще есть Amazon в Европе сейчас предлагает от KPMG своих бухгалтеров стоит ли этим воспользоваться или нет я смотрел их цены тоже так им интересовался цены у них заоблачные они там предлагают чуть ли не четыре тысячи пятьсот фунтов пять тысяч фунтов в год то есть сколько это пятьсот фунтов в месяц где-то выходит чуть меньше все ясно да вот пока еще НДС тему не закрыли Amazon предлагает вот эту вот программу которая называется Pan European очень красочно очень красиво все расписано три человека мне звонили агитировали но Amazon не любит упоминать что если вы подписываетесь на эту программу и ваш товар они рассылают по всем складам Европы они не говорят что это обязывает вас регистрировать НДС во всех этих странах а это такие большие расходы начинаются поэтому с Pan European программой тоже следует быть аккуратными если если много не продаете то проще все держать например в Англии или какой-то другой или Германии не знаю где вы собираетесь продавать и с той страны все будет точно так же не будет посылать ваш товар в другие европейские страны ваш товар будет продаваться так же успешно нет здесь проблем единственное что разница есть там у них такая заголовок в прайс-листе который называется cross border fees не знаю где-то 1.50 1.80 2.3 евро ну вот в общем не так в принципе много но освобождает от всего этого геморроя с налогами то есть мы делаем заводим туда товары и делаем сразу листинги на все страны куда мы хотим поставлять правильно да да кроме того амазон будет пытаться сам ваши листинги создать на других европейских рынках они будут пытаться с вас дропшипить даже вот так сейчас пока вы не спохватитесь пока вы не решите свой листинг самостоятельно залить там уже будет все создано за вас единственное что перевод амазона очень пявый я бы даже сказал листинг они портят ульдар ульдара такая ситуация я так понимаю да у меня такая история у меня как раз была проблема но я не думаю что стоит о ней упоминать буквально в двух словах у меня каким-то образом просто часть товара они на другие рынки перепостили а остальные нет и самое интересное то что они и parent у меня товар с разным количеством вариаций они parent не перенесли с этим как бы я отдельные товары могу редактировать перевод и когда человек заходит он вот там google translate вот до сих пор с ними веду переговоры они сами еще не знают что делать потому что они решают две у меня похожая ситуация была у меня когда-то был parent потом я это все разделил на других маркетплейсах они каким-то каким-то способом создали parent и в общем портят портят вместо того чтобы какие-то дополнительные продажи делать и наоборот своим переводом клиентов отпугивают ну что перейдем может тогда к товару к особенностям выбора товара в общем выбор товара нужно иметь все-таки проверять смотреть изучать товар например электроника в Англии не знаю знаете не знаете там розетка другого типа то есть если вы завозите товар в Англию то вы его в Европу продать легально не сможете Amazon против того чтобы вы продали товар с европейскими розетками в Англии а с английскими розетками в Европе то есть здесь тоже может быть запара на Амазоне я скажу то что знают о подводных камней там очень много и на каждом на каждом маркетплейсе могут быть свои ограничения свои запары в Англии например нельзя продавать ножи людям которым нет 18 лет то есть в FBI не знаю там проблематично будет такой товар завести потому что Амазон не любит от него возиться может не каждый курьер будет у человека который подписывается спрашивает документ смотреть сколько ему лет опасные продукты не любят воспламеняющиеся но в Америке то же самое насколько я знаю тоже перед тем как товар товар какой-то выбрать нужно подумать сможем ли его в ВВА запихнуть я лично тоже несколько раз обжигался на этой теме товар все прекрасно все сделали деньги вложили не хочет Амазон принимать все вот именно из-за опасных каких-то там деталей у нас по бумагам у нас все нормально все чисто но не верят видимо или как пытались несколько месяцев их ждали решения которые не хотят продукты все посмотрите что другие продают перед тем как товар закупать хотя бы попробуйте создать листинг похожего продукта назовите его как-то попробуйте ну создать просто такую заготовку посмотреть пройдет он его примут лучше перепроверить может что-то добавить есть у вас ну да вроде все тогда дальше тогда дальше иду по списку там только сыпучие сыпучие и жидкие товары мы как бы с этим сталкивались но и таможен не пропускают в первую очередь с этим проблем товар двойного назначения как раз который можно тоже трактовать по-разному это тоже зависит от того что кстати еще хотел добавить по поводу Америки сейчас я разговаривал с человеком по Америке там кого консультировал мне как раз сказал что Трамп вышел из нафты а в нафту входит Китай Америка еще какие-то страны он говорит то есть ждем ну ждем короче пошлины ввоз Америки китайских товаров ну вот так что ну я как бы ему сказал что такое пошлина пошлина это уравнивает шансы местным производителям если они пишутся в эту цену ну значит так если не пишутся ну значит просто американский потребитель будет товар покупать не за 12 долларов а просто за 14 вот и все потому что максимум как он сказал до 20 долларов поднимется так что может быть такая ситуация ну вот он конкретно говорит он телевизор смотрит как бы ну вот вот он мне сейчас мы только что разговаривали перед лайвом по этому вопросу как раз ну а что теперь в любом случае все возят с Китая если будут товар производить в Америке будем естественно стараться искать производителя в Америке продавать на том же Амазоне по тем же правилам кстати тоже была мысль по поводу того что все все водят с Китая или откуда-то мало мало кто возможно интересовался но в Европе тоже довольно таки много производителей которые будут приветствовать клиентов которые хотят править лейбл более того если если искать какие-то производства в Латвии Литве скорее всего даже будет возможность общения на русском языке и своего опыта знаю что европейские производители не будут вряд ли они будут у вас требовать большие огромные парты как сейчас китайцы начали пытаться делать мало кто предлагает в Китае маленькие партии даваясь тысячами тысячами миллионами в Европе небольшие партии вполне приемлемые вполне все приветствуются а где их искать есть какое-то централизованное место может подскажешь какой-то сервис интересный я специально примерно за полчаса до этого я в Google ввел Private Label Europe есть предложения есть компании которые в этом направлении работают я знаю знакомые у меня товар производят делают тоже Private Label не только для каких-то онлайн а вообще для магазинов для каких-то людей кого это интересует Private Label те туда и обращаются я потому что правильный запрос искал именно правильный запрос теперь мы понимаем как искать Энерго кстати говорят даже на Alibaba можно выбрать галочку поставить локацию производства там тоже можно найти европейских производителей то есть возможности есть а самое 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 большое плюс из всего этого что не нужно будет импортировать доставка будет стоить там буквально копейки как насколько я знаю 30 килограммов коробку тебе могут доставить и за 30 фунтов в ванной там насколько я знаю в Европе вот Alibaba нашел дешевую доставку да Alibaba а есть там очень дорогая доставка то есть если пойти путем простым там в Европе тоже своя специфика по доставке то есть если если у кого-то вот будет реальная цель найти что-то да то это все можно я просто дал идею дал направление можно с Европы качественные товары небольшими партиями править лейбл доставка доставка будет стоить копейки никаких таможных запах Согласен НДС не будет 18% навоз ну или там 20% сколько страна берет Англия ну если например мы с Китая везем НДС то есть мы купили товар за 2 доллара плюс доставка и у нас соответственно НДС начисляется на стоимость товара которую китайцы выставят как я понимаю то есть на 2 доллара а если мы будем покупать в Европе не только на 2 доллара они еще НДС должны считать на стоимость до 100 значит полностью то есть это все вместе считают а в Европе этого не будет правильно же вот этого НДС в Европе вы заплатите то ли НДС только за саму стоимость товара по местному тарифу если где-то в Англии найдете поставщика вас 20% возьмут если в Литве найдете поставщика вас возьмут 21% то есть все понятно не знаю это вполне приемлемо тут еще пойду дальше по вопросам можно ли одновременно торговать в ЕС в Канаде и США под одним аккаунтом нет европейский аккаунт это отдельная отдельная история кто-то спрашивал сравнительные характеристики на примере восьми ниш две-три которые трендовые но уже каждый раз слышал не первый раз лайв смотрел всегда говорим что это ваша домашняя работа изучать ниши смотреть товары что что хуже идет в США что явно идет хуже чем в США но я скажу с уверенностью что американские флаги и портрета Авраама Линкольна в Европе точно никто покупать не будет поэтому не знаю смотрите ищите вопрос тогда у меня по сервисам поисковым типа смешера хотя бы элементарно то есть какие программы для хотя бы Германии Англии потому что несколько программ нам говорили работают больная тема больная тема мало какие с американским Амазоном я бы даже сказал даже конкуренция по аналогичным сервисам а Европу мало кто даже берет во внимание то есть я честно скажу я не знаю все идет практически так сказать ручным ручным трудом ручным ну например это что вот эти поставить товарные остатки изменения товарных остатков утопов ну посмотреть да посмотреть что вообще по категории продается не продается посмотреть а как хорошо чем то есть что я не понимаю я вот в америке я понимаю то есть есть объективные показатели там я возьму смешер там я не знаю возьму какие-то типа мерчендворда у меня уже понимание есть эта ниша жирная это не жирная вот мне начать с самого начала жирную нишу понять в Европе чем сложный вопрос честно скажу затрудняюсь ответить то есть то есть у тебя нет ни одного платного сервиса который показывает просто оборот ниши такого вот автоматизированного вот например видел на днях рекламу в группе Amazon One тоже там хотя бы запросы хотел посмотреть что по Европе по категории по словам если если по Америке показывают количество запросов да меняю на Европу Германии или Англии цифр нет цифр нет поэтому я сомневаюсь что здесь какой-то сервис мы найдем то есть по большому счету мы идем путем интуиции интуиции опыта я бы я бы ориентировался я бы смотрел на Америку я понял интуиции опыта плюс интуиции опыта и все более менее оно будет совпадать все таки тенденции мировые тенденции они более менее идут в ногу то есть аналитика Амазона Америки если товар общего потребления в принципе соответствует везде потому что насколько я знаю местные производители говорят Берой Мерлен наш саратовский ой саратовский блин в России который работает он заказывает у местных производителей или у китайцев товары бестселлеры Амазона короче то есть просто тупо что на Амазоне бестселлер они заказы даже для России и здесь производят ну или в Китае естественно элементарные там веники там я не знаю щетки там шпалы и все остальное что угодно понятно двигаемся дальше эфир немножко нарушается с интернетом с этим но запись будет дропшиппинг у меня только у меня осталось последнее что я и подчеркнул из комментариев дропшиппинг вполне возможно вполне возможно в общем мои мои листинги сам находил на ebay дропшиппинг сначала с ними боролся банил потом наплевал думаю пусть люди мне продажи делают дропшиппинга много дропшиппинг везде но опять таки как все знают возможности банок поэтому на свой страх и риск как в принципе все прошелся если может кто-то в лайв какие-то вопросы задаст ну теперь что давайте вопросы вопросы у нас соответственно читайте под видео нашим в группе то есть сюда забиваем здесь и читаем можно обновлять страничку то есть они там как бы быстро обновлять какие там вопросики вот нам пишут асин споттилайт замечательно работает ну отложим я сейчас забью будем проверять в любом случае должно работать нашим умельцам надо дать задание работать именно над этим тем же там за скопу надо будет пообщаться по поводу того что у меня он кстати где-то у меня в закладках асин споттилайт вот он как раз показывает и звезды и все дела ну короче наши походы на русском пишут так что так что спасибо посмотрим где-то он значит у меня уже есть так вопросы вопросы давайте не отпускать сразу легко чтобы что-нибудь интересное еще пишут что он кэш кэш про короче в германии типа смешер по англии германии с кэш 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 про они растут растут как немедленно количество так забила есть вот класс какая-то вининг аналитик ну да вот он как раз спасибо инспектор про но инспектор про может быть я не знаю просто надо попробовать инспектор это понятно ну мы что-то пробовали у нас не пошло не помню по моим как раз инспектор в германии но могу ошибаться просто как я понял такие программы работают например в германии работают по англии нет в англии работают в германии работают про испании францию и италию я вообще молчу про них мне кажется вообще все забыли еще франция кстати по поводу франции это вполне перспективное место франция франция германия англия основные а испания самый молодой амазон европейский ну там иногда не штучки прилетают но особо цифру там не радует ну в любом случае начинает всегда с чего-то потихонечку а там дальше будет видно это как говорят в америке надо было в америку сказать 3 года назад а я например лет пять назад про амазон слышишь вообще-то книгами торгуют что там где-то проскочила я услышал ну амазон амазон и о нем услышал только вот в январе месяце то есть год назад от очередного нашего хайпа инфиняя вот там такой чувачок один рассказывал про него и все и вот заинтересовал то есть туда заманивали и рассказывали что ну а тут вот так вот люди работают потому что амазон я как раз амазоном и загорелся и заинтересовал вот и здесь тоже самое из-за этого европа в этом отношении интересно просто технический момент то есть вот как раз бухгалтеры чтобы тот посоветовал как это все начать понятно что мы делаем фирму в любом случае юридическую мы соответственно не регистрируем ватт мы просто начинаем работать до 83 тысяч когда мы видим как я понимаю вот подытожьте когда мы видим какой-то результат то есть понимаем что мы ну полгода уже проработал понятно выйдешь ты на 83 тысячи или не выйдешь ну то есть при фантастическом раскладе то есть среднюю статическую можешь спокойно посчитать если ты понимаешь что ты уже выходишь тебе надо соответственно уже регистрировать ватт а там уже с бухгалтерами решать вопрос можно ли компенсировать те затраты которые были повышены до того как можно ли нельзя ли ну и все вот эти моменты ну а соответственно по бухгалтеру естественно кому-то надо обращаться тебе как раз Александр в первую очередь наверное я думаю ну или там у всех свои возможности опять же интернет есть да можно обращаться всем кому угодно но мне кажется лучше начать с того проверенного места где работаем потом понять минусы и плюсы и уже тогда искать двигаться дальше как с нашими форвардами потому что когда я начинал весной я вообще не знал как товар проверять но я понимал как бы я всю жизнь этим занимаюсь то есть там чтоб телефон чтоб были фотографии чтоб посчитали они но они в любом случае ошибаются и все что хочешь происходит так что и с бухгалтерами то есть здесь понятно все юрлицо юрлицо скорее всего Англия мне просто два варианта Англии и Германии раньше была Эстония номер один сейчас Англия номер один Германия номер два ну вот кому просто что нравится потому что ко мне например лично с Англии обратилась вот мы с тобой соответственно еще один человек всего а с Германией человек десять то есть у нас как-то Россия с Германией более близкие и народу там русскоязычных больше естественно если они там живут проще в Германии открыть правильно для них вот юрлицо открыли ну и понеслась поработали и все статистика я так понял в принципе я посмотрим вот эти программки но вот как я свою статистику веду по Америке значит ее просто можно спокойно отправить и на европейский потому что по большому счету у меня там нет ни американских бюстов не американских флагов там и так далее и так далее там вот там то есть стандартные обычные открывашки закрывашки шлепанцы там кошельки и так далее то есть все что там продается что там единственное потребительская картина в любом случае во всех странах раз кто-то ест больше бобовых кто-то мясо кто-то овощей кто-то морепродукт вот ну из-за этого надо просто пробовать и все мы я так понимаю открываем например юрлицо в Англии запускаем ну то есть верифицируем аккаунт то есть мы подаем заявку Амазону он кстати очень часто достаточно долго думает нам надо так понимаю счет еще открыть в Англии правильно понимаем или нам достаточно пионера желательно желательно в Англии тогда меньше вопросов потому что я упоминал что что отклоняется от нормы то у Амазона сразу возникает дополнительный вопрос по законодательству можно на английское юрлицо открыть счет не знаю хоть в Зимбабве лететь нам надо в Англию обязательно то есть я понимаю юрлицо мы открыли юрлицо мы можем дистанционно или не дистанционно открыть надо обязательно банковский счет скорее всего нужно будет посетить филиал юрлицо можно открыть дистанционно правильно правильно так потом значит мы открываем желательно банковский счет но мы можем еще открыть насколько я знаю пионер аккаунт европейский а не банковский счет это как вот у меня например две карты есть на доллары и на евро я могу пионер подключить можно можно попробовать да можно попробовать так значит со счетом тогда уже чуть попроще двигаемся дальше то есть мы сделали юрлицо сделали счет гипотетически то есть или пионер например то что у меня есть карта пионер европейская потом мы значит или счет нормально открыли двигаемся дальше мы запускаем верифит подаем заявление в амазон амазон ну будем надеяться нам одобрит мы запускаем туда товар в точности как в америку но при въезде товар предположим с китаем он удорожает соответственно транспортная компания с нас возьмет деньги за доставку плюс вот тот на ндс английский 20 процентов плюс 20 процентов правильно да правильно вот значит у нас товар придет когда вы считаете себестоимость маржу значит товар считаете с доставкой плюс еще 20 процентов то есть если у вас товар стоит доллар доставка доллар вы заплатите значит 2 доллара плюс 20 2.40 правильно извиняюсь что я перебиваю но лучше маржу делать добавляя сразу 25 процентов потому что добавится еще таможенный сбор который где-то еще 4 процента вот вот я из этого говорю значит получается грубо естественно 20 значит 2.50 то есть мы получается уже сразу уже себе маржа 2.50 двигаемся дальше мы от этой маржи делаем наценку то есть мы понимаем что у нас калькулятор amazon для европы есть вообще существует чтобы мы посчитали фи заранее в принципе существует существует а он тот же самый который американский вот это вот да там все точно так же то есть просто англию вставляем и все там да просто никогда не сталкивался не помню сейчас я вот его открою посмотрим как он там выглядит потому что калькулятор мы значит получили уже себестоимость мы получили все юридические действия то есть чему мы в принципе идем чтобы была прозрачность потому что я думаю основная масса для ставить вопрос сколько остаться так вот я открываю я открываю открываю здесь у нас есть юс и англия например здесь файл там ups е а да все здесь есть нет здесь к есть и mx нету нифига нету вот если селик кантри селлер централ amazon сервис короче здесь только канада есть и мексика так что кто знает скиньте пожалуйста калькулятор для англии да калькулятор от самого амазона да калькулятор от самого амазона максимально точный я уж не говорю я уже просто забил на все ухищрения как например тот же калькулятор который я использую в ну для ускорения процесса подсчета маржи опять я забыл как называется ну фиг с ним сейчас сейчас открою сейчас сейчас скину да калькулятор пожалуйста скину линк ага потому что очень интересно ну это вот такие вот вещи которые они вроде и простые он идет только он идет только по англии по европейским странам ага понял и в него заходишь через service and travel то есть вряд ли у вас если нету аккаунта европейского вряд ли получится ну по крайней мере у нас будет линк это уже apple дело так я вижу это какой у нас seller central amazon co you все да я зашел я зашел все без проблем у меня нет английского аккаунта ну вроде по крайней мере показывают да все показывает вот здесь юг италии испании франции германия так отлично я сейчас в таблицу продавим цену и делаем платить в валюте куда откуда идут продажи вот то есть мы делаем какой бы у нас счет не был нам в любом случае двух валютного должно быть и в евро и в фунтах потому что так надо потом дальше мы идем у нас есть 15 баксов 15 баксов товар мы его продаем если мы не регистрируем ватт мы платим с 15 баксов помимо 5 долларов мы еще платим примерно 20 процентов еще дополнительно правильно с оборотом да то есть еще минус 3 баксов то есть из моей великолепной наценки получается мы оставляем 12 долларов 2,5 7,5 2,5 это у нас 4,5 доллара мы зарабатываем меньше одной наценки так что у нас 2,5 уходит 10 и 2 доллара у нас всего остается значит мы по 15 никак не прокатываем нам уже надо продавать соответственно дороже то есть получается по большому счету если мы торгуем в Англии у нас угрожание происходит не на 25 а на 50 процентов правильно? ну так по большому счету потому что если 20 процентов ты говоришь это даже выгодно то у нас будет уже 25 и 25 будут сниматься с 15 долларов а не с 2,5 с доставкой грубо говоря то есть получается мы заплатим 2,5 это ну там 50 центов мы заплатим с 2 долларов это 25 процентов и еще мы 20 то есть 50 центов откладываем и еще мы заплатим 20 процентов еще 3 бакса то есть 3,5 доллара мы считаем заплатим в налоге и 5 ну там грубо говоря фи как в Америке с 15 долларов мы примерно 5-6 долларов заплатим фи я правильно рассуждаю по математике? сложно 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 нужно с калькулятором сидеть лучше всего с excel файлом и не ну вот мы вот смотри вот у нас за 15 долларов ты продаешь товар просто вот у тебя выходная цена 15 долларов покупатель покупаешь его за 15 долларов мы платим естественно как обычно фи амазона и в конце месяца со всего оборота у нас еще снимается 20 процентов правильно? нет они к своим фи сразу добавляют 20 процентов то есть если у тебя 15 процентов комиссия да значит ее нужно умножить а можешь тогда да не будем мучиться можешь просто например потом в группе вот это вот я скинул в группе который ты админом у нас это проект амазон давай тогда просто по примеру да просто на примере просто сделаем и закрепим сверху чтобы вопросов не было потому что это будет самый главный вопрос на самом деле потому что я сейчас вот ты мне прям реально таблицу прям вот по ступенькам все разложил единство концовочек осталось чтобы мне просто посчитать маржа нужна потому что как я выбираю товар в Америке самый простой никаких сложностей не надо там какие-то курсы ходить большого ума не надо просто выберите товар где хорошие идут продажи и все соответственно нам сказали посмотрим в Англии есть у нас инструменты такие которые показаны или нет если нет тогда просто мы переносим те продажи примерно хорошие в Америке на Англию Европу и так далее второй момент это сезонность опять же надо понимать сезонность в Англии там грубо говоря у них там нет снега так сильно то есть у них больше там я не знаю какой там климат вольфстрим там идет то есть в любом случае морозов нет как в Нью-Йорке там у них зима там раз там вот там я не знаю снег выпадет а так в основном достаточно такой мягкий климат в любом случае то есть у них нет шерстяных там варежек там и всего такого то есть в любом случае другие там кашемир какой-нибудь там что-нибудь другое было но с другой стороны мы не в Астралии живем то есть когда у нас в России там в Украине или Казахстане зима то у них зима когда у нас лето и у них лето то есть надо сезонность понимать и опять же Если в Англии, отдыхая, любят на этих, насколько я помню, фургонах, да, вот этих, прицепах возить, куда-то там ездят, они там прицепляют, чтобы и туалет, там все цивилизованно было. В Америке там страна большая, как у нас, все попроще. Вот. И тоже надо понимать, какой у них кемпинг и какой в Европе. Европа, мне кажется, более цивилизованная, потому что страны маленькие, там чуть-чуть газанул, раз ты в лесу, раз ты там назад. В Америке. Из-за этого надо понимать, сезонность и смена товаров, то есть именно направленность. И третье это маржа. Вот с маржой просто проработать именно на каком-нибудь примере. Вот купили мы товар за доллар, привезли его за доллар, столько-то у нас будет первым, НДС, потом вот ты говоришь еще таможенный сбор, столько-то, столько-столько. А если мы, например, в Европе берем, например, там берем это там в Англии или там в той же, например, Италии, купаем этот товар, сколько у нас там затраты будет? То есть два таких примера, мне кажется, они покажут вообще всю подноготную. А если надо быть какие-то контакты, бухгалтеров или еще что-то, ну это уже другая история. Потому что порядок цифр примерно сказали, я думаю, каждый может спокойно найти там знакомых, найти, я не знаю, опять же к нам обратиться, то есть в любом случае подсказать, я думаю, сможем, это не трудно. А там уже как договориться. Мы этим не занимаемся, соответственно, этим не зарабатываем. Вот, я думаю, вот, наверное, так, мне кажется. Что там, вопросы напишешь какие-нибудь? Хорошего английского достаточно. Вот мы, блин, математики на пальцах. Ну да, ну а что делать? Таким вопросом не подготовиться. Да, да, мы идти сейчас кем. Скажи человеку, скажи, какая там, что выходит. Конечно, конечно, конечно. Здесь, здесь еще раз говорю, я вот опять очередной раз сейчас скину ссылку. То есть обращайтесь в любом случае вот в эту нашу группу по Европе. Чем сможем, поможем в любом случае. Александр там админом, я еще раз говорю, я в этом не разбираюсь. То есть, ну, блин, чем можем, поможем. То есть моя задача максимально, естественно, тоже, когда руки до этого дойдут, потому что у меня очень большое желание торговать в Европе, так же, как я думаю, у многих. Вот, а из-за этого моя задача просто самому научиться, если будет информация, естественно, рассказать. А есть люди, которые уже это знают, соответственно, если есть возможность и желание помочь, только будем благодарны. Вот, группа. Не услышал ответ, какой вопрос, какой сервис онлайн решает вопрос подачи МДС-отчетов. Это дело бухгалтера вручную программой. Есть программа Ксеро, есть программа Клеобукс. Если у вас есть навыки работать с финансовыми документами, с отчетностями, то, в принципе, простой букхивинг, учет бухгалтерии можете вести сами в этих программах. И там, по-моему, есть возможность высылать эти отчеты автоматически в налоговую. Еще вопросы есть? У матросов нет вопросов. Вы говорите, два счета нужно банковских. Для чего? Банк автоматом переведет ту валюту, на которую у вас открыт счет. Лишние конвертации. Да. Да, переведут, переведут. Но Амазон считает по такому курсу, который выгодный ему. Поэтому лучше всего иметь отдельный счет для Европы, для евро, и отдельный английский счет для фунтов. Просто лишние потери денег на большом обороте, она сказывается очень серьезно. Она есть в Румынии. Посмотрите, посмотрите на Амазоне список стран, которые введите хотя бы в Google. Countries allowed to sell Amazon in UK. А напиши, пожалуйста, потому что ты так сказал, что я вообще не понял бы. С языком многих проблемы. В любом случае это будет удобнее. Спасибо. Сейчас найдем. Лучше, да, по ЮРУ сразу зашли и получили. Так, а я сейчас пока калькулятор забиваю. Смотря куда они, в таблицы они заходят. Можно самому везде отчитываться по НДС. Да, можно, если не боитесь жибых наделать. Да, если вы специалист в этом деле, почему нет? Почитать можно литературу. Кстати говоря, простой бухгалтерский учет. Тоже могу показать, как работать, например, в программе Xero. Ничего сложного, там программа практически все за вас сама считает. Какие репорты с Амазона взять. Тоже можно с этим вопросом обратиться ко мне напрямую, если уже реально хотите этим заниматься. Как говорится, и когда уже конкретно приспичат, тогда обращайтесь, тогда покажем. Да, справочная информация ради того, чтобы просто справки не надо писать, потому что время, ну как бы это, время-деньги, так скажем. И в любом случае бессмысленно просто так ради разговора. Если уж действительно по делу помочь, то это понятно. А просто так нежелательно, кажется. Уважайте чужое время. А то когда в следующий раз постучитесь, когда он действительно припрет, просто вам не ответят. Я честно скажу, я не все комментарии успеваю поймать, потому что они пропадают. Да, пишите заново, кому не ответственен вопрос, потому что здесь немного вопросов остается. Какие сложности открытия компании в ИК? Все возможно, все реально. Сложности открыть компанию буквально за 24 часа. Сложности потом могут возникнуть с открытием банковского счета. Не знаю, прокатит пионер, не прокатит. Честно говоря, я с пионером не работал, не могу узнать. У тебя такой нет необходимости. А мы, понимаешь, здесь уже как бы... Я вот, например, заранее подстраховался и это сделал. Но на самом деле не знаю, как работает. Надо просто уточнить и все. Можно уточнить у менеджеров пионера, например, тоже. Ну, да, они себя, в принципе, рекламируют как сервис для онлайн-продавцов. Почему бы и нет? Возможно, они с этими работают. Кроме FBA, Hero, есть еще сервис. Честно скажу, я в этих вопросах не силен в программное обеспечение. Я, честно скажу, я не знаю. Запись стрима, я думаю, Денис... Запись, да, да. А он автоматически выкладывается всегда. Я на YouTube одновременно потом перезагружу просто, а в Facebook он всегда есть. По Германии, с НДС. Боюсь, с этим вопросом я не смогу помочь. Только из-за того, что немецкого языка я не знаю. Возможно, кто-то другой из группы... В Германии 21 НДС, по-моему, насколько я помню. Ну, то есть там все равно варьируются 20-21. То есть там большой разницы нет. В Польше, Чехии точно 21, насколько я помню. А Германия... Не могу сказать. В Англии 20, да? В Англии 20. Ну, значит, Германия 21. Ну, по-моему, вот так. Потому что у них, по-моему, чуть-чуть по-разному. Вот человек пишет, пионер должен подойти. Я не спорю, конечно, должен подойти. Но вот, опять-таки, проблема может возникнуть с верификацией. Примет ли банковский... Как там, выписка с пионера, примет ли такой Амазон? Если у кого-то есть опыт, расскажите. Может быть, у вас... Может, кто-то так пытался открывать. Ну, я такое не знаю, если честно. А как думаете, пропустят банк из Польши? Да, могут пропустить. Я проверял лично на своем аккаунте. У меня сейчас банковский счет в Англии. Я мог выбрать банковский счет из любой другой страны, которая есть в списке отрешенных для продавцов. В принципе, можно, почему нет? Вот тут еще вопросы не будут. Или уже закругляемся? Да, можно уже по большому счету. Давайте пять минут. Последние вопросы группу кинем, потому что здесь притормаживает. И думаю, заканчивать. Полтора часа, мне кажется, для лайва, лайт-формат, это вообще выше крыши. Наши два собеседника отскочили, что-то у них там. Не смогли, наверное, дозагрузить нас информацией дополнительной. Грузина с чешской фирмой, которую учредители украинцы аккаунт откроют. Чешская фирма. Учредители вообще не имеют значения, кто учредитель. Я уже говорил, Амазон не охотится на конкретных людей, с каких-то определенных стран. Кто учредитель, что и как. Главное, чтобы юридическое лицо было зарегистрировано в одной из разрешенных стран. Получить визы в UK очень сложно. Не знаю, люди катаются, ездят миллионы туристов. Поэтому, не знаю, я лично проблему в этом большую не вижу. Тем более, если фирму можно дистанционно сделать, и все-таки, если прокатит пионеры, вам и есть не на туда. Ну, да, более того. Я тоже пробью его. Есть еще одна фирма, не только пионеры. Да, да, давай. Если чем будет. Есть фирма, которая называется World First. Мы ее используем для сбора средств в евро. То есть, они нам открыли европейский евро счет. То есть, возможно, возможно, мы смогли бы открыть для компании и английский счет тоже. То есть, тоже можно спросить. Давай, да, уточним и вот для участников нашей группы, чтобы там была возможность такая, просто расскажешь уже конкретно по этой ссылке. Я так и не понял по поводу растоможек из Китая и вообще как ты участвовать это должен. Вы, когда посылаете товар в Европу, лучше договориться с поставщиком сразу, чтобы есть у них возможность сделать предоплату по таможенным сборам. То есть, вы все это сразу заплатите и товар летит без всяких проблем. Растоможка быстро. Никто с вас деньги дополнительных требований это не будет. И товар спешно долетит до Англии и разгрузит на Амазон. Каким способом выбирать товар? Ну, этот вопрос опять-таки. это домашняя работа ваша, к сожалению. Человек еще предлагает другие варианты Currency Direct и World First. открывать счета. Вы имеете ввиду открывать счета на юридическое лицо? Любой может открыть на юридическое лицо. и житель и не житель и кто живет и кто не живет. Там единственное еще знакомый открыл он еще получает электронную подпись. Но сейчас говорят, что мне кто-то сказал, что есть скоро или есть уже программа через планшет через тот же iPad можно пальцем ручкой расписываться и она уже считается как электронная подпись. Вот мы на днях разговариваем то есть вот именно подписывать как документы дистанционно. Кто регистрировал ватт? Нужно ли для этого юрлицо? Нет. Можно человека зарегистрировать простому. Единственное, что как я понимаю, вы гражданин ЕС, если это спрашивать. Потому что легально как самостоятельное лицо без юрлица вы не сможете торговать в Европе, если живете за пределами Европейского Союза? Так, я группу опять скину в очередной раз. Можно, можно задавать вопросы, можно и нужно, по делу. Сейчас я скину группу опять. для того, чтобы открыть счет в ЕС, у вас должна быть прописка в одной из стран. Нет, любой может открыть. если компания, с которой едет товар не в Евросоюзе, с нее отправим товар на ФБА, заплатим растаможку сразу ватт при продаже нашего товара в Амазон доплата вата не будет. Если вата с Амазонского вообще что-то не совсем разжевал. Уточните это, пожалуйста. могут потребовать документ, который подтверждает резидентство. Еще раз повторюсь, даже не резидент Европейского Союза, любой человек может открыть банковский счет на юридическое лицо. это стандартная практика для людей, для инвесторов, которые бизнесом занимаются, открывать банковские счета за рубежом это все нормально. И ничего здесь такого сверхъестественного нет. Если открыть фирму в Польше, можно торговать в Англии? Да, можно, но только если вы товар отправляете на ФБА, вам придется регистрировать НДС в Англии. в Англии. компания в Гонконге счет у нее в Литве, в Литве, наверное, товар отправляем в Германию на Амазон на Амазон, ФБА, сразу платим в Атрестамошку при ввозе товара в Евросоюз, после этого товар наш продается, Амазон выплачивает деньги, с этих денег надо платить в ФИ. Ну, конечно, с вас Амазон свои ФИ возьмет, более того, если вы, товар будет находиться в Германии, в Германии, как я понял, да, в Германии, вам в Германии нужно будет зарегистрировать НДС, вам будет налоговое обязательство оплаты НДС с продаж, вот, то, что вас ждет. Ну, что-то как-то мягенькое, думаю, можно уже, да, народ устал уже. Вопросы пошли по второму кругу, то, что, в принципе, обсуждали с самого начала, пересмотрите. Если еще какие-то вопросы будут, а то мы уже обсудим это в группе и будем разбираться конкретно с возникшими вопросами. Да, я группу еще раз скидываю. В принципе, я думаю, большое спасибо за такую информацию, как бы надо закругляться. Все? Заканчиваем тогда. Спасибо, спасибо большое. Все, пока тебе, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok